Многие ждут, что вы выскажетесь категорически против поддержки Украиной бандеровцев, эсэсовцев и прочих тварей. Цитат из открытого письма премьер-министру Израиля Бенемину Нетаньяху обращается бывший народный депутат Украины Алексей Журавка, который призывает Ильявив ввести санкции против государства, где восхваляют тех, кто сжигал еврейский народ. Ну, что, в общем-то, звучит логично после вчерашней выходки неонацистов. Прошлись маршем по Киеву в честь украинской дивизии СС Галичина. Действо было согласовано с властями, а участников охраняла полиция, под присмотром которой все желающие могли спокойно зиговать. А теперь, что называется, пожинают плоды. И если Израиль пока только призывает дать оценку произошедшему, то представитель Германии уже высказалась. Посол ФРГ на Украине напомнило, что подразделения Вафин СС виновны в Холокосте. В итоге осудили марш и многие украинские политики. Но вот самой, пожалуй, неожиданной была критика от Института национальной памяти. Того, что вообще-то занимается патриотичным воспитанием граждан незалежной. А чего вдруг испугались, выясняла Варвара Невская. Варвара, приветствую вас. Но, как понимаю, возмутил не столько сам факт прославления фашистов, сколько выбор героев. Приветствую, конечно. Ведь место в пантеоне украинских героев уже давно застолбили за Бандеры и Шухевича. Логического объяснения, как в городе, пережившем Бабий Яр, последователи нацистов смогли триумфально пройти по его улицам спустя 76 лет, искать не стоит. Никто не знал, что этот марш вообще будет. В стране так много всего, что следить за небольшой группой радикальных движений просто нет времени. И пока одни, стоя за трибуной рады, пытались оправдаться за произошедшее, ведь как-то негоже европейскому государству участвует нацист в 21 веке. Пропаганда нацизма и войск вермахта на территории нашей страны не добавляет нам авторитета ни в обществе, ни за границей. Считаю, сегодня в Украине точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС Галичина. Другие все же попытались объяснить, почему сотня фанатов дивизии СС Галичина, гордо вскидывающая руку от сердца в солнце, для современной Украины должны стать нормой. На тот момент основная роль СС Галичина остановить наступление советских войск на западную Украину. Украинская история все ближе к мифологии. Значительную липту в эту повесть современных лет внес Институт национальной памяти. Но в этот раз от привычной риторики отказался. И если нынешний глава Института прославление войск СС назвал просто неприемлемым, то бывший руководитель, а ныне и депутат Рады Владимир Ветрович, добавил необходимые акценты. Я считаю, что участники СС Галичина были жертвами этой войны. Это украинцы, которые были вынуждены воевать за чужие немецкие интересы, воевавшие против других украинцев в Красной Армии, которые, в свою очередь, тоже были вынуждены воевать за чужие интересы. Я против марша. Услышать подобное из уст поклонника Бандеры, мягко говоря, неожиданно, но, тем не менее, вполне объяснимо. То есть, практически, Ветрович спасает в данном случае Шухевича и Бандеру. Пытается спросить. Я на полном серьезе говорю, чтобы их не уравняли. То есть, он говорит, смотрите, это разные вещи. Ветрович говорит, что СС это перебор даже для него. На перебор потому, что герои для Украины избраны другие. УПА, Бандера и Шухевич. Избраны еще во времена Оранжевой эволюции 2004 года. Некогда сотрудница американского правительства и женой Виктора Ющенко, Екатериной Чумаченко. Красная армия – это плохо. Фашисты – это плохо. Красная армия и Гитлеровская Германия – это одно и то же. Вот это маленькая кучка воинов УПА, которые являются настоящими защитниками. Мы из них делаем воинов Галгала. Мы из них делаем, ну, что-то такое, вот, ну, эпос из них делаем. Ну, а для подкрепления эпоса современные украинские историки каждый год рождают новые подтверждения святости истинных патриотов земли Незалежной. Но идеальную сказку все еще сильно портит факт Волынской резни. Самое страшное преступление УПА, которое им инкриминирует в Польше, это резня 43-го года, так называемая Волынская резня, когда по разным оценкам бойцы УПА, боевым крылом Организации украинских националистов, уничтожили на Волыне порядка, по самым скромным оценкам, около 20 тысяч поляков. УПА и СС, может, и разные по форме, но по содержанию одного поля ягоды. Но, увы, на Украине пока еще достаточно тех, кто готов разбираться в сортах того, что отвратительно и дурно пахнет. Варвар Невская о героях Незалежной.